Как восстановить поджелудочную железу, ребята? Панкреатит, подагра, боли в суставах, опасность рака, который не лечится. Поджелудочный это катастрофически важный орган, который вы обязаны для своего здоровья и долголетия понимать, и как с ним работать, исходя из тех выборов, которые вы делаете в своей жизни. И сейчас я вам расскажу супер важные советы, которые, ребята, вы озвучиваете в виде вопросов. Спасибо огромное, как всегда. Гигантское количество именно по поджелудочной вы озвучиваете тем. И они будут связаны тесно с советами по здоровой еде, здоровым выборам и самой важной дисциплине. Пожалуйста, смотрите, потому что это может спасти вам жизнь. Ребята, поджелудочная, абсолютно недопонятый и абсолютно некорректно лечащийся орган советами из области диета, стол номер 5, 6, избегать жирного, жареного, абсолютно неправильно. Потому что это, как показывает опыт, а вы знаете, ребята, я работаю с тысячами людей по всей планете в рамках нашего курса по геморафон. Мы имеем лицензию, лицензию Минздрава Чистской Республики уже очень много лет наблюдаем, консультируем, видим отзывы от людей, которые лечатся разными протоколами. Европейскими, североамериканскими, африканскими, азиатскими. Гигантское количество, через мере руки прошло 8 тысяч пациентов за все эти годы, причем публично. Я вижу, какие отзывы люди говорят и какие наблюдения в анализах и какие показатели от мочевой кислоты до суммарного состояния. Мы индексируем. Не работает стандартный протокол, потому что нет понимания, как работает, в принципе, орган поджелудочный, что нужно, чтобы он перестал приносить проблему. Сейчас вы будете знать, что вам нужно. Внимательно, поджелудочная, ребята, имеет две важнейшие функции. Эндокринную, то есть выработка гормонов, таких как инсулин, который помогает связывать вашу глюкозу, и глюкогон, который помогает вам не чувствовать головокружение, слабость, повышает уровень глюкозы, когда вы не едите. В большинстве случаев у людей слишком много инсулина и слишком мало или вообще отсутствует функция гликогена. И на этот счет у меня есть отдельный ролик, я вас очень прошу посмотреть. Он называется инсулиновая резистентность. Он у меня в недавних видеоматериалах присутствует. Обязательно уделите этому моменту время, ребята. Это супер важно. Сейчас больше даже не о инсулиновой резистентности, а о том, что мы некорректно абсолютно работаем с этим органом. Вот этот ролик вы обязательно посмотрите, что такое инсулиновая резистентность и как с ней работать. А с поджелудочной, ребята, у вас могут быть тошнота, рвота, температура, вздутие, расстройство, боль при нажатии в абдоминальной части. Это классические приступы и показатели панкреатита. Когда тебя скручивает просто, ну ты не можешь пошевелиться. Боль такая прям вот в центре, где солнечное сплетение. У меня были несколько приступов панкреатических, когда мне было 20 с небольшим. Из-за чего это происходит, ребята? Вот это супер важный момент, который мы с вами абсолютно не понимаем. Почему поджелудочное приносит дискомфорт? Я вам сейчас расскажу. Пожалуйста, внимательно будьте со мной в течение всего этого июня. От тех же причин и тот же корень. Следующее расстройство, я вам сейчас их все сведу воедино. Это подагра. Ребята, подагра это, вы знаете, шишка на большом пальце ноги. Сюда же пяточная шпора. Суммарно боль, дискомфорт в суставах, накопление мочевой кислоты, которая производится кем? Мочевая кислота производится поджелудочной. И всякими разными диуретиками, как это адресуется, некорректно. Каким-то диетическим столом или избеганием жирного, ни подагра, ни панкреатит, нельзя их вылечить, ребята. Поджелудочная железа это очень сложный орган, который если начинает идти по наклонной, то дальше от диабета первого, второго, преддиабета все вот так вот идет. Рак абсолютно некорректно адресуется. Невозможно вылечить его, понимаете? И здесь я прошу вас, запомните. Первое, что вы должны делать, это корректно пользоваться этим органом. И здесь нужна ваша подкованность и осознанность, и понимание, и немножко дисциплины. Во-первых, ни при каких обстоятельствах у вас не должно быть жиров, которые являются трансжиры, растительные жиры, типа кукурузного, соевые жиры, и жарить там на рапсовом, значит, софлоровые, там всякие разные арахисовые масла, косточковые, выдавленные под температуру. То есть не должно быть некачественных масел. Проще говоря, вы жарите только на оливковом масле или на животных жирах. Кокосовое вы можете использовать, вопросов нет. Но животные жиры или оливковое – это единственное или жирное мясо, это ваш лучший друг. Вам не страшен жир из натуральных продуктов, таких как кусок жирного мяса, или, например, оливковое холодного отжима. То есть это хорошие качественные жиры, которые не вызывают воспаления, потому что ваша поджелудочная вместе с печенью, желчоточными протоками и желчным не понимает, что делать с неестественно доступными маслами, которые нам непонятно, как переваривать и усваивать. Дальше. Гликирование, ребята, это объединение в вашем организме продуктов с высоким объемом белка или аминокислоты, да, то есть, ну, грубо говоря, кусок мяса, да, и тем, что имеет высокий гликемический индекс. То есть, например, мясо с картошкой, сосиска там с рисом или там мясо по-французски, например, что мясо хорошо, но жир сверху в виде покупного майонеза и некорректно купленный по составу сыр, вместе это идет с запеченной картошкой, вот это коллапс. То есть мясо это хорошо, и стушенное или пожаренное мясо на оливковом масле или запеченное это класс. Если домашний майонез на оливковом масле и правильных желтках, откур в свободный угол, супер. Мясо и салаты, где низкая гликемия, это супер, но мясо и, например, типа картошки, где гликемия там выше 80, это кошмарный ужас для вашей поджелудочной. И получается фишка такая, да, классическое застолье, немножечко алкоголя, немножечко запеченной жареной картошечки, мяско по-французски и тетушка наша любимая очень классно делает Наполеон домашний, но он же домашний. И вот это гремучая смесь для идеального шторма, для вашей поджелудочной панкреатической атаки, накопления дальше или панкреатита, да, по-русски. Получается фишка такая, высокий уровень инсулина, некачественные жиры, наличие какого-то количества этанола алкоголя приводит вас в состояние того, что ваша поджелудочная, ну, просто не понимает, как с этим не толкаем справиться. Инсулина тона нужна, и пищеварительных энзинов нужно огромное количество, некачественные жиры, и получается у нас с вами, да, как бы создай камень, который ты не можешь поднять по принципу, да. Ну, это абсолютно парадокс. Поджелудочная начинает накапливать мочевую кислоту, которая по итогу депозитами остается в ваших нижних конечностях и ноги, потом суставы, панкреатические приступы, боли, дискомфорт. И что мы делаем? Мы пьем ножпу или мы пьем какой-нибудь алохол, чтобы снялся спазм от боли в суставах. Мы начинаем пить там какие-то диуретики, еще какая-то чепуха, ребята. По итогу рак поджелудочный, который нельзя вылечить. Получается проблема в отсутствии культуры питания. Мы не понимаем, как работает орган. То есть мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры. То есть простейшие продукты, которые вы можете комбинировать каждый день. Стушили мяско, сделали салат. Хотите там сладенького? Кето-десерты у Дарьи в телеграмме у моей супруги. Шикарнейшие, которые не дадут плеска вашему инсулину. Основа вашей поджелудочной – это, грубо говоря, однонаправленная работа. Нужно немножечко инсулина, но немного. Нужны пищеварительные энзимы, которыми мы можем помочь переваривать, усваивать понятные простые продукты. Это важно. Обычно эмоциональные какие-то там заедания. Вы представьте себе, на рапсовом масле пожаренный во фритюле кусок картошки какой-то. И потом, например, ну это просто ужас. На маргарине приготовленная какая-то покупная сладость. Это коллапс вообще для вашей поджелудочной. Пожалуйста, делайте правильный выбор. Поэтому здесь нужна дисциплина, ребята. Или присоединитесь к нам в рамках ПГ-марафона. Я буду уже лично консультировать, показывать, как решить вопросы поджелудочной. И мы, имея лицензию Минздравоческой Республики, можем нашим драгоценным пациентам, ученикам и нашим клиентам помогать в рамках нашего замечательного курса ПГ-марафона. У нас каждый месяц маленькое количество свободных мест. 50 человек, а подписчиков 550 тысяч. Поэтому, ребят, под видео YouTube и в Instagram сохраненная история. Как нам присоединиться на ближайший сезон, если до вас это актуально. Если не актуально, умоляю вас, смотрите, запоминайте, действуйте, инвестируйте. Основываюсь, ребята, не на своем каком-то предубеждении или на желании рассказать вам теорию. На практике с тысячами людей не работает стандартный протокол, не работает стол диета номер 5-6, там любые столы. Это все некорректно поставлено, не работают препараты, потому что они работают с симптоматикой. Убрать корень проблемы, убрать провоспалительные факторы для поджелудочной, наладить культуру питания, пить 2,5 литра воды. Вы можете добавить такую вещь, называется винный камень или калийцитрат. Очень хорошая штука для понижения мочевой кислоты. Обязательно натриево-лечебно-столовые воды утром по литр-полтора, где полторы тысячи натрия для уменьшения признаков и воспалительных процессов панкреатита. Но суммарно убрать, не толкая поджелудочное. У вас все получится. И как всегда, ребята, боль дисциплины или боль сожаления? Будьте здоровы!